Ой, блядь, сейчас как представлю себе, как это читает мне прям, ой, давайте я отвернусь, пожалуйста, ой, господи. Я когда вижу вот какого-нибудь такого еблана и такую строку текста, я такой, ой, ой. Вот меня спрашивали, Бэпс, а ты будешь делать что-нибудь по космическим рейнджерам? Тут очень много вот такой ебатни. Я как по этому текст писать, честно, ебу дамся. И вот на эту простыню, что горит наш герой? Ты новые времена на строке. К сожалению, это еще не все. Я такой, да пошел ты нахуй, блядь, я хочу лететь, я хочу получать в пиздак, я хочу торговать вкусняхами. Курица! Я хочу кушать донаты. Его личность неизвестна, даже рядовые пираты не знают, кто он такой, Анонимус Викторовый рот. А под его началом они сильны, как никак. Это просто, знаете, как главный пират вот этот выглядит. Такой, знаете. Доминаторы напали. Отлично, нападаем. Как мне тут посмотреть, кто я? Кто я? Вот, слышно, хуже стало. Звук глухого. Ну так в этом же и суть. Ретро-наушники. Все, это ретро-звук. Знаете, это сейчас надо вот так вот. Всем привет, с вами Мэдисон. И сегодня мы с вами будем разбирать охуительную игру моего детства. Люди в черном. Не, надо как мы болеем так, ну, сава. Нет, с вами Мэдисон. Сегодня мы будем обозревать игру. Вообще полная хуйня, трешак, хуета. Люди в черном. У ебанско-гнусовой озвучки. Да, вот, я. Сегодня мы будем с вами обозревать Метрон. Привет, сегодня мы с вами будем играть такую... Сегодня мы будем с вами обозревать игру Космический Рейнджер. Что-то за хуйня, блядь. Куча текста какого-то. Какой-то залупан сидит. Как еще можно через такой планшет нормально смотреть порнуху? Вот я бы сейчас смотрел тут как Саша Рейнджер. И что я буду смотреть? И с другой стороны смотрит она на меня своей, как говорится, этой крека. И что с другой стороны люди будут видеть ее жопу? Отврат какой-то. Приветствую тебя, кадет Альба. Что, Идрис Альба, ебтит? Я буду твоим инструктором. Меня все так просто называют инструктором. А меня все называют просто долбоеб. Но буду сидеть с этим микрофоном, потому что мне так удобно. А вот удобно вам или неудобно так слушать, это уже дело ваше. Так вот, насчет духовности. Какая духовность? Че, блядь? Ну реально, какая духовность? Я, конечно, понимаю то, что очень часто происходит романтизация меня. Я делаю ролики по играм ради бабла. Единственное, что у тебя может показаться, духовность. Я стараюсь подбирать игры, которые в целом могут быть интересны людям. То есть старые игры, у них есть своя атмосфера. За счет этой атмосферы нарастает какая-то, как ты говоришь, духовность. Все вот это прекрасно. Ощущение. Идеально. То есть просто банально понимает. Ретро-квест по интересной игре ради бабоса. Вот секрет хорошего ролика. Ради бабла ты разбил мое сердце. А что я разбил сердце? Это же отчитываю, что я делаю ради денег. Если бы я делал это не ради денег, а ради какой-то идеи, то я бы сейчас хуй сосал без игры, скажем так. И рекламы бы не было в роликах. Так честно, что я на этом зарабатываю деньги. Но я стараюсь делать контент интересным. Это значит как, делали бонусы Гамуэр-передачу без винта, от винта. Верно? У них были интересные ролики, интересные передачи. Но они это же делали, тоже это ради денег. Как бы сам факт, что ты делаешь это ради денег, это еще не означает то, что результат в итоге должен был быть говном. Сделай намек для следующей игры для видео. Да я даже, блядь, намек делать не буду. Это Mad World для Wii. Все, блядь. Все, вот, вот, видите, видите, все. Я уже прошел, сейчас текст пишу. Но это чисто инсайд для тех, кто смотрит стрим. 254 человека, вы счастливчики. Знаете, с чего все началось? То есть мы взяли вот такой наборчик. Такой вот замечательный наборчик. Тут два небольших отряда, да, этот. Космодесантники и некрончики. То есть в идеале все в собранном виде должно быть вот таким. Да, вебку сейчас пошире сделаю, подождите-ка. Так, да, смотрите. То есть вот, все должно в идеале выглядеть вот так. А после этого было решено, как бы мы заранее купили краски некоторые, но мы решили, а что бы нет, как бы финансовые возможности позволяют. Как бы у нас зрители на стримах там по 200 тысяч донатят за стрим бывает. Поэтому мы решили купить ради интереса вот такие наборы с красками. И с парочкой инструментов. В принципе, а чему бы и нет. Да? Как бы возможности есть, почему бы и нет. Это вот для некронов я показал. А нет, это в принципе тут для этот самый, да. Тут вот у нас конкретно под... Под спейс-маринов. Под спейс-маринов. И под некрончиков. Плюс ко всему этому, я интерес ради решил на будущее заказать небольшой вот такой вот наборчик чисто имперской гвардии, несколько чубриков. Просто чтобы пощупать. Это пушечное мясо. Чтобы если вдруг что-то поломаю, что-то пойдет не так, чтобы можно было... Ну, не так жалко было бы. Поэтому я тут чисто поковырялся, посмотрел примерно как выглядит. Собрал их, но я их пока что не красил. Я их пока что не красил. То есть сейчас я вам покажу, какие у меня тут в итоге вышли. Они собираются очень просто, по крайней мере вот данный вид, насколько я знаю. Новые миньки, они чуть ли не собираются методом вставления, а не методом клеения. То есть вот, да. Взять такого человечка, видите. Вот первый вариант. И где у нас, допустим, второй вариант? Ну вот да, то есть, видите, они отличаются буквально минимально там ногами, чуть-чуть позами, как они стоят. Вот так. А у тебя были трошовые моменты в студенческие годы? Короче, у меня был такой момент. У меня был очень неприятный одногруппник. Вот, кстати, пара идет. У нас, типа, были по скамейкам. Вот. Парта на несколько рыл. А, ты уберешь? Спасибо большое, солнце мое. Да, и парта и скамейка на четыре рыла, допустим. Я сидел на последней парте с двумя одногруппниками. И впереди сидел этот чмо. Негодяй. Он ушел поссать. Он что-то, ну, он бывало что-то подпездал назад, такое неприятное, гнусавое, типа там. Мол, у меня там, блядь, этот самый... Я, типа, куколт. Да, вот. Я куколт такой. Я куколт. И он пошел в толчок. И я ставил банку с соком у себя там рядом с рюкзаком. То есть, вот у него стоит на скамейке банка сока, половинка там. И я такой думаю, бля, а как он меня заебал? Я беру, короче, этот сок. Загираю себе под парту. Рядом со мной сидят два одногруппника. Они такие, знаете, они так на это смотрят, так... Типа, ты что, блядил, собираешься? А я, короче, открываю. Опускаю пестрон под нашу краешку. И начинаю потихонечку превращать 0,5 в 0,7. Потом я закрываю, перемешиваю его, ставлю обратно. Возвращается чел, спокойно садится, что-то открывает его, пьет. Смачно так прям. Пьет, жажду утоляет. Вот он истратил воду и возвращает соки обратно. Возвращает, пьет вообще с удовольствием. Потом делает так. Ну, не прям, не на всю пору такой. Типа, пьет так вот, знаете. Прям. Хорошо, пошло. И впорачивается к нам, продолжает что-то гнусовать. Курица! Пиздеть, неприятно. Опять курица! Израильский сок, ты злодей. Нет, это еще не злодей. Вообще, я во времена студенческие... Да я вообще, в принципе, до того, как нормально начал общаться с Настей, пока с ней не начал встречаться, я такой гнида был. Я бывало любил шкодничать, я в универе и в школе ходил, короче, в толчок. Я был тот человек, который любил срать. То есть, я не стеснялся ходить в школе, в универе. В школе я ходил, если что, в учительский туалет. Всегда. И я там срал. Мощно, бывало. Потому что я обильно ел на обеде. У меня в свое время долг за месяц был 4000 рублей. И это при том, что обычно долг рублей 200. Точнее, ну, 300, да. 400, может быть. Я точно не помню. Я, короче, когда ходил в толчок, в один момент у меня появилась идея, типа... Но это больше было в универе, потому что универ я ненавидел. Я когда срал, я отматывал туалетную бумагу, но я ее не отрывал. Но-но-но-но-но-но. Отрывать бумагу это не про меня. Я ею подтирался и наматывал ее обратно. Причем срал, как бы на внутреннюю сторону мазал. То есть наматывал все это обратно. Притом самое классное, это когда я вытирался не об кончик бумаги, а где-то посередине. То есть наматывал, наматывал так хорошенько. И потом какой-нибудь сюрприз открывает. Ой, а что это такое? Интересный момент. Это вам не соду в толчок кидать, ребят. Но правда в какой-то момент лавочку прикрыли и в итоге, по крайней мере, учительский туалет начали закрывать на ключ. Теперь он типа ключом открывался. После двух таких раз. А вот в универе ничего не делали. Такие вот у меня замечательные. Это вот просто спрашивал, что там в универе было. Тут надо читать с немного еврейским акцентом. Ладно, слушайте таки ваш экструктаж. Какой у вас уровень допуска, ах да общий, вы же таки новобранец? Тогда только базовый минимум. Доминаторы это новая форма энергонической жизни. Как и клесяны, они состоят из самоизменяемых микромодулей, способных образовывать различные конфигурации. Клесянская протоплазма тоже ведь на самом деле таки не протоплазма, а мельчайшие кристаллики. Сейчас буду ебать противника. Смотрите, ребят. На, блядь. Ну. А, о, 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 о. Биз... Мощь, блядь, охуеть. Вот тебе и ракетница. Он просто подошел меня с огнеметом. Все, пойдем въебывать, ребят. Сейчас проявим этих роботов и пойдем строить новых. Ну, давайте, ну. Давайте, сжигайте, ну, сжигайте. Сжигайте их. Сжигайте негодяев. Ну, все, да. Вот теперь можно спокойно делать. Господи. Ну, посмотрите. Да я сейчас сгибу. Подождите-ка. Ща. Ща, подождите. Ай-яй-яй. Ай, блядь, ладно. Какие-то странные тут мехасы. Да, прям очень странные. Вот не зря говорят, бля, играть в РТСную составляющую в космических рейнджерах это просто анальное извращение. Все, разъебали. Найс. Получил опыт. Бабос. Все прекрасно. Ну, во-первых, можно корабль за 4К получить. Сначала вступаешь к ним и брасываешь, потом забираешь корабль и выходишь за небольшую плату. Оу. Оу. Как выгодно аж со скина приглись. Честно говоря, на это бы у меня, наверное, ролик и закончился. Если бы я делал кратко по космическим рейнджерам. Какая твоя самая любимая серия игр и почему? У меня нет, на самом деле, такого... По крайней мере, в последних местах, точнее, даже на самых первых местах, у меня нет такого понятия, то, что вот первое-второе место. У меня просто вот в Пантеоне зиждется Готика 1-2. 3... Ну, 3 в десятку входит, допустим. Ну, даже так, в двадцатку. Ведьмак. Первый, второй, третий. Ну, больше первый, не знаю. Первый именно какая-то такая аура есть приятная. РДР-2 с большим удовольствием прошел. Тирандия. Это я говорю тоже... Я просто тебе сейчас говорю, знаешь, как я определяю то, что игра, она находится у меня в самом топе. Я бы... Я рассмотрю так. Если бы я игру, если она не особо вариативна и прочее, прошел бы в будущее еще раз с большим удовольствием, с радостью о ней вспоминал бы, то почему бы и нет? Вам слышно музыку? Как качает. Тупо я космический рейнджер. Тупо рейнджер честной судьбы. Попугай отрубился. Ой, блядь, по мне сняляют! Охуеть! Это чё, блядь, было только что? Мне половину ебало просто оторвало сейчас. Это что за произвол только что был? Ебать, цена, вы чё? Блядь, я купил за 274, а продаю за 490. Это чё за цены такие? Давайте, вот сейчас будет просто момент гениальной битвы. Смотрите. Ну всё, короче, я въёбываю его. Он её въёбывает вообще, ребят? Во! Ребят! 38. 91. Блядь, он меня ебёт, конечно. У него 560. Не, надо будет сейчас побольше всякой хуйни снять, сейчас нормально всё будет. Надо просто побольше, надо что-то по манёврению быть. Я, конечно, первый раз косякнул, но я... я есть шанс, что я ему пизды дам сейчас. Он улетел! Негодяй с ебарика дал! Ну-ка, блядь. Увидели? Я, короче, сейчас, блядь, вообще гений чистой красоты. Сейчас сюда тупо. Тупо на шкеричах. Такой хоп. И всё. И никто меня сейчас не увидит. Не, ну увидел, негодяй, блядь. Всё, сейчас я тебя атакую тоже в ответ. Смотри как, а! Нет, мне в пустом пиздак дали. Движок можно разогнать, чтобы быстрее лететь. А чё ты не юзаешь форсаж? Тут есть форсаж? И как этот форсаж делается? Можно вопрос? Здесь функция форсажа. Скажите, я два раза усилен двигатель ломаю. Отключай с помощью значка возле двигателя в инвентаре. Быстро изнаживаются. Так я сейчас так и сделаю. Я сейчас улечу. Вы мне не верите? А я сейчас улечу. Вы думаете, я вас не обгоню? А я обгоню. Всё. До свидули. Тупо схватился за руль. Такой, вау, блядь. Какой я, сука, мощный, блядь. Вау. Я не знал вообще про форсаж. Вы мне жизнь спасли. Вы понимаете? Ребят, вы мне жизнь спасли. Вы, вы, вы мне жизнь спасли. Блядь. Залутал проверяй. Вот честно скажу. Так, сейчас. Давай, хватай. Захватил, блядь. Короче, я сейчас... Я сейчас, смотрите, сейчас будет просто гений. Знаете, я сейчас куплю форсаж. Всё, смотрите, убежал. Хватай бесплатно. Я защиту сейчас схватил, а не бесплатно. А на сегодня всё. Всем до скорых встреч. Всем пока. Позв leuke. Всё.